Наша история из Волгоградской области. Избирательное правосудие, слепота правоохранительной системы и неприкасаемость для своих. Как можно украсть несколько миллиардов и остаться на свободе? Этот случай уже привлек внимание депутата Госдумы Николая Арефьева. Ко мне обратились избиратели Волгоградской области на предпринимателя Воробьева, который владел сетью магазинов МАН. Дело в том, что данный господин допустил преднамеренное банкротство, обанкротил не только своего предприятия, но и два банка, в том числе один государственный и более сотни предпринимателей, у которых он брал товарные кредиты. Общероссийская политическая партия «Народ против коррупции» также заинтересовалась этой ситуацией. Наша партия провела проверку всех изложенных фактов и все факты подтвердились. По данным фактам нами подготовлено дополнительное обращение правоохранительные органы на федеральном уровне, для того, чтобы каждый факт злоупотребления правом, нарушения преступлений были еще раз государственными органами проверены и виновные лица были привлечены к ответственности. Все по порядку. Волгоградская область. Андрей Воробьев, бывший депутат местной думы, зять высокопоставленного прокурорского работника, друг бывшего губернатора Волгоградской области Сергея Баженова. Неудивительно, что при таких связях его бизнес, группа компаний «МАН», владеющая сетью одноименных магазинов, процветал. И процветал бы дальше. Но пришел новый губернатор Андрей Бочаров. И действуя в интересах государства, начал наводить порядок. Первая же налоговая проверка компании «МАН» насчитала 500 миллионов неуплаченных налогов. Сеть магазинов «МАН» осуществляла дробление бизнеса. Акт налоговой проверки отразил сумму порядка 500 миллионов рублей. И после этого сеть магазинов «МАН» произвела погашение этих налогов. Однако факт совершения налогового преступления установлен. Я, как заместитель председателя экспертного правосовета партии «Народ против коррупции», проводил проверку информации, которая была представлена в заявлениях граждан. И эта проверка подтвердила факты. В прошлом я старший офицер налоговой полиции. Я практикующий юрист, кандидат экономических наук. Но мне непонятно, каким образом можно не уплатить порядка полумиллиардов, и после этого не проводятся следственные мероприятия, не возбуждаются уголовные дела и не устанавливаются лица, виновные в уклонении от уплаты налогов. Вопрос, прежде всего, к налоговым органам и АБЭП. У меня, как у профессионала, возникает вопрос. Почему? Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Почему Андрея Воробьева не привлекли к уголовной ответственности за неуплату налогов? Не потому ли, что его поддерживают нечистые на руки чиновники? Дальнейшее развитие событий только подтверждает эти предположения. Мало того, что карьера нашего героя логически не завершилась уголовным преследованием, она продолжилась новыми, мягко выражаясь, сомнительными делами. Возместить потерю 500 миллионов Андрей Воробьев решил за чужой счет. План до банальности прост – набрать на компанию МАН кредитов, а потом ее обанкротить. Андрей Воробьев, заложив свои продуктовые магазины и супермаркеты в банках, получил кредитов на несколько миллиардов рублей. Затем МАН получает товарных кредитов на сумму более миллиарда. В итоге пострадало более 100 компаний по всей России, и одно из таких – акционерное общество Icebeat. А дальше главное – фокус с банкротством. Компания МАН переименовывается в Гермес Ритейл, юридически при этом оставаясь прежней. Магазины под тем же названием МАН переходят в управление компанией Лаки, которая, в свою очередь, никому ничего не должна. А должник под новым именем Гермес Ритейл начинает процедуру банкротства. Наша компания Icebeat достаточно длительное время работала с сетью компании МАН, предоставляя товар на реализацию. И все было хорошо, но где-то в конце 2017 года компания МАН перестала нам просто платить. При этом мы видим, что магазины МАН работают, покупают у нас товар. Сотрудники те же, менеджеры те же, но договора заключены на совершенно другое юридическое лицо. Получается, что те же люди, те же сотрудники, те же менеджеры, те же руководители работают под той же торговой маркой, но это фактически другое юридическое лицо, которое нашей компании ничего не должно, из кого мы не вправе требовать что-либо. Почему? Набрать кредитов и обанкротиться так просто не выходит. Обычно в таких случаях проводится проверка, назначается арбитражный управляющий, задача которого вернуть деньги кредиторам, в нашем случае банкам и множеству компаний по всей России. И в общем-то полиции распознать состав преступления не составляет труда, особенно когда сам арбитражный управляющий Гермес Ритейла видит признаки преднамеренного банкротства. Конечно же, расследование преступлений, совершенных группой лиц, когда особо крупный размер, это непростая работа. Но у правоохранительных органов достаточно инструментария и компетенции для того, чтобы эту работу выполнить. Другой вопрос – выполняется или не выполняется работа? Получен результат или результат отсутствует? На сегодняшний день, с моей точки зрения, работа не выполнена и результат отсутствует. Абсурдная ситуация сложилась в компании «Свит», входящей в группу компании «Гермес Ритейл». Ее конкурсного управляющего пытаются обвинить в злоупотреблении должностными полномочиями, потому что он предпринимает попытки привлечь к ответственности Воробьева. Общероссийская политическая партия «Народ против коррупции» проверила все факты по данному делу. Учитывая то, что ООС «Свит» не вся кредиторская задолженность находилась под контролем лиц, связанных с магазинами «МАН», это позволило именно кредиторам назначить, избрать на процедуру банкротства ООС «Вит» независимого арбитражного управляющего Харланова. Он честно, добросовестно исполняет свои обязанности, выявляет все факты недобросовестного проведения хозяйственной деятельности, в том числе не надлежащая несвоевременная оплата корриторских обязательств исполнения, несвоевременная оплата налогов. И в том числе в ходе своей деятельности он выявил злоупотребление, за которое должностные лица и собственники компании несут субсидиарную ответственность. То есть, когда учредители и директора отвечают за долги той же самой компании. Пост, сложившийся у нас прописан в нашем законодательстве процедурам, арбитражный управляющий в случае выявления этих фактов, готовит документы и обращается в правоохранительные и судебные органы, для того, чтобы они дали эту квалификацию, и уже в судебном порядке виновные лица были привлечены к субсидиарной ответственности. Харланов в надлежащем порядке готовит документы, обращается в правоохранительные органы, обращается в судебные органы, но при этом вместо того, чтобы все стороны ожидали, чтобы судебные органы дали надлежащую квалификацию, в Волгоградской области в судебных органах и в правоохранительных органах поднимается обратное направленное движение, а именно пытаются обвинить Харланова в злоупотреблении правом. Несмотря на то, что мы только еще проверили факты изложенной компанией «Айсбит», уже есть негативная в отношении наших действий, наших сотрудников реакция в Волгоградской области. В частности, сотрудник нашей партии, наш эксперт, который проводил, главный эксперт, который проводил экспертизу материалов, воротников, после того, как он провел всю экспертизу и были обращения правоохранительные органы, к нему уже начали правоохранительные органы задавать вопросы, предъявлять претензии. То есть к ответственности пытаются привлечь не тех, кто нарушает закон, а тот, кто обращает внимание правоохранительные органы о фактах злоупотребления и преступления. Выходит, для своих закон один, для остальных другой. В Волгоградской области избранным можно все, особенно если счет идет на миллиарды. Тем более, что в случае с МАН магазинами управляет другое юридическое лицо, и оно никому пока не должно. Гермес Ритейл, то есть бывший МАН, банкротится, вернуть деньги невозможно. А что же банки? А банки выставили магазины на продажу по цене в два раза меньше выданного кредита. И как вы думаете, кто, скорее всего, их купит? Конечно, компания или человек, связанный с Андреем Воробьевым. Взял миллиард, а вернул сущие копейки. Вот какой удачный бизнес в Волгоградской области. С большой вероятностью могу предположить, что действовала устойчивая преступная группа. В действиях этой группы, предположительно, усматриваются как минимум три состава уголовно-наказуемых деяния. Это статья 196-я, преднамеренное банкротство. Статья 199-я, умышленное уклонение от уплаты налогов. И часть 4-я, статьи 159-й, квалифицированное мошенничество. Для того, чтобы не предполагать, а говорить определенно, правоохранительным органам необходимо провести соответствующие мероприятия. Только полноценно проведенные мероприятия, а именно оперативно-расследственные мероприятия и следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, позволят дать ответы на вопросы, которых огромное количество. Андрей Воробьев не смог бы провернуть это дело без поддержки местных властимущих. Слепота полиции и отсутствие нюха у прокуратуры просто так не наступают. Наш президент к подобным ситуациям относится с особым вниманием. Хотел бы отметить, что общероссийская политическая партия «Народ против коррупции» действует в полном соответствии с концепцией президента о противодействии преступности и коррупции. Уверен, что все юридическое сообщество поддерживает нашего президента в этой сфере. Совсем недавно на расширенных коллегиях Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел наш президент делал некий посыл правоохранительным органам о том, что ни одно преступное деяние не должно остаться без соответствующей реакции правоохранительных органов. Полностью солидарен с нашим президентом. Как говорилось в легендарном фильме, вор должен сидеть в тюрьме. Мы знаем, как полиция и прокуратура умеют работать, если надо. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Рефьев направил депутатский запрос на имя Генерального прокурора страны с просьбой разобраться в ситуации по существу. Всего-то надо, чтобы закон Волгоградской области начал, наконец, работать не выборочно, а для всех одинаково. Нанесен колоссальный ущерб экономике страны, но самое главное, что сам виновный до сих пор уклоняется. Весь вопрос заключается в том, что нужно восстановить законность и справедливость в данном вопросе. Ну и направлен депутатский запрос в Генеральную прокуратуру. Я думаю, что в ближайшее время прокурор разберется с этим беспределом Волгоградской области, и виновные будут наказаны. Мы надеемся, что проведенные проверки, инициированные нами проверки на федеральном уровне, позволят уточнить, выявить те причины, почему именно спускаются на тормозах все наши и наши обращения, и обращения других кредиторов, и в чем это такая особенность компании МАН, их сотрудников, почему в отношении них правоохранительные органы Волгоградской области не хотят возбуждать уголовные дела. Ну, все упываем на то, что федеральные органы власти и наши обращения дадут свой результат. Судя по всему, управу на местных князьков можно найти только в федеральном центре. Редакция «Момент истины» продолжит следить за ситуацией с бизнесменом Андреем Воробьевым. Медиапортал просит считать этот фильм официальным обращением в правоохранительные органы Российской Федерации.